Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Диас Махамбетов. И в начале, коротко о главном к этому часу. Материнская безжалостность выставляла за дверь в мороз и заставляла спать на полу. За что столичная жительница наказывала своих малолетних детей? У разбитого корыта. В Алматы сотни вкладчиков торговой компании несколько лет не могут вернуть свои кровные деньги, вложенные ради получения прибыли. Кто их обманул и где они скрываются? Там, я не знаю, может быть, какой-то гипноз был, нет, мы вложились, получается, и даже дивиденды последние сентября месяца не получили. Без Деда Мороза и Снебурочки. Главный санитарный врач Алматы запретил горожанам вызывать на дом главных сказочных новогодних героев. Какие еще ограничения вступят в силу? Начинаем выпуск с вопиющего случая о жестоком обращении с малолетней девочкой в столице. Многодетная мать выгнала свою 8-летнюю дочь на улицу босиком и в нижнем белье. А еще заставила спать на холодном полу. Фото с ней в социальных сетях распространили интернет-пользователи. Как заявили в городском департаменте полиции, таким образом женщина решила наказать ребенка за то, что он без разрешения взял прищепки у соседки. Выяснилось, что подобным методом 35-летняя женщина воспитывала и 6-летнего сына. Сейчас решается вопрос о привлечении жительницы к административной ответственности. Семья взята на профилактический учет в ювенальной полиции. На данный момент ситуация и все обстоятельства разносторонне изучаются сотрудниками полиции и органами опеки для принятия объективного решения в отношении законных представителей. Агрессивное поведение женщины попало на видео в дошкольном заведении города Щучинска. На кадрах женщина резко выдергивает стульчик из-под ребенка, затем срывает одеяло с малыша, поднимает его и уносит в сторону. В региональном управлении образования сообщили, что это произошло в частном детском саду. Начато досудебное производство по статье 140-й, в части 2 УК РК, не надлежащее исполнение по воспитанию несовершеннолетнего. Санкция данной статьи предусматривает до 45 суток ареста или же лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Ранее похожий инцидент случился в детском саду Атырау. На видео женщина бьет ребенка по голове, тело тянет за уши, наступает ему на ноги. Мальчик в слезах обнимает ее, однако она продолжает причинять ему боль. В отношении воспитательницы завели дело по статье истязания. В Алматы сотни обманутых вкладчиков торговой компанией QL Trade Казахстан требует вернуть многомиллионные средства за последние несколько лет. Люди вложили свои кровные и в разные инвестпроекты, но в результате ни прибыли, ни денег. В полицию продолжает поступать заявление от потерпевших. Представители Акимата Медеусского района решили лично встретиться с вкладчиками и выслушать жалобы. Чем все закончилось, знает Айсара Бесенова. За несколько лет работы на казахстанском рынке компания открыла офисы почти во всех регионах и собрала 4000 клиентов. Насчет фирмы доверчивые люди перевели миллионы. Прихватив внушительную сумму, руководитель QI Trade Казахстан бежал за границу. Оттуда отправил видеообращение своим вкладчикам, где откровенно над ними поиздевался. Это техническая фишка, которую я заказал в интернете. Заказал я ее, потому что агенты с клиентами хотели получить побольше процентов со своих знакомых и привлечь их побольше денег. Для этого были готовы поверить на любые цифры на экране. А в своей алочности и жадности виноваты вы сами. В надежде заработать потерпевшие безумно вкладывали в компанию от 100 тысяч до сотни миллионов в национальной валюте. При этом дивиденды доходили до 8% от доходов различных фирм. Эльмира Реймова увидела рекламу с заманчивым предложением в автобусе и тоже решила вложиться. Там, я не знаю, может быть, какой-то гипноз был. Нет, мы вложились, получается. И даже дивиденды последние сентября месяца не получили, и так как он менеджер лично мой говорил, что он медицинский какой-то, этот договор составляет с Турцией. У меня два счета, получается. Один на 2,5 миллиона, другой – миллион 127 тысяч. С осени этого года в компании перестали выдавать деньги вкладчикам. А в декабре алматинский филиал и вовсе закрылся. Через два дня после регистрации уголовного дела судом уже санкционированы за очный арест директора компании Саканбаева объявлен в розыске. Сейчас мы должны прождать по закону 10 дней, и мы объявим уже международный розыск и отправим к своим коллегам нам. Мы, по крайней мере, предполагаем, что он в Киргизии. По закону такие компании не имеют права заниматься финансовой деятельностью и гарантировать выплаты дивидендов без лицензии. Мы граждан призываем каждый раз обращать внимание на такие факты, имеет ли компания именно лицензию на привлечение средств, лицензию на осуществление инвест-деятельности. И также обращать внимание на другие ключевые признаки финансовых парамид. Это высокая доходность, нерыночно высокая. В какой точке мира сейчас скрываются мошенники, доподлинно неизвестно. Но казахстанская полиция приступила к розыску. Вкладчикам же остается надеяться, что их средства не перевели из-за счета зарубежных фирм. В этом случае вернуть деньги практически невозможно. Айсара Бесенова, Сагантай Мунайк Пасов, телеканал Алматы. Пять лабораторий по производству синтетических наркотиков ликвидировали в Алматы. В них производили так называемую скорость и другие запрещенные вещества. Как отмечают в полиции, обычно наркохимики заказывают реактивы и компоненты за рубежом, а в Казахстан их доставляют курьерские службы. Доставляют и готовые синтетические вещества. Только за этот год правоохранители выявили 9 фактов передачи синтетики из соседней России. Изъято около 80 килограммов различных кислот, а также готовая к реализации партии общим весом 25 килограммов. Выручка за продажу товара на черном рынке составила бы 350 миллионов тенге. Интернет остается самым распространенным ресурсом для покупки запрещенного товара. Без Деда Мороза и Снегурочки придется встречать Новый год алматинцам. Вызывать сказочных героев на дом в честь одного из главных праздников запрещено из-за эпидемиологической ситуации в городе. Сегодня главный санврач мегаполиса Жандарбек Бекшин подписал новое постановление. Согласно документу, который вступает в силу с 26 декабря, временно приостанавливается открытие дополнительных дежурных групп в детсадах и дополнительных дежурных классов в школах. А вот график работы объектов общественного питания, в том числе расположенных в ТРЦ, продлевается до 23.00. Продовольственные и непродовольственные рынки будут функционировать в будние, выходные и праздничные дни до 17.00. Кафе и рестораны на Шамбулаке и Медеу продолжат свою деятельность с заполняемостью в обеденном зале, не более 500 посадочных мест и на открытом воздухе. Открыты будут также промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом строительных работ на открытом воздухе. При этом офисным работникам рекомендуется уйти на дистанционку. Более 700 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Казахстане. Наибольший прирост отмечается в Нурсултане. 118 фактов. Выздоровели свыше полутора тысяч человек. Жертвами пандемии стали 9 инфицированных. На сегодня лечение от COVID-19 и пневмонии получает порядка 24 тысяч казахстанцев. Из них в стационарах лежат более 4600 пациентов. В мире эпидемиологическая ситуация остается крайне напряженной. С начала пандемии инфекция выявлена почти у 80 миллионов жителей планеты. Погибли свыше миллиона 700 тысяч человек. Больше всех число носителей выявлено в США. Жертвами эпидемии стали более 330 тысяч американцев. Что значительно больше, чем потери страны в годы Второй мировой войны. Более миллиона жителей Соединенных Штатов получили первую дозу вакцины против COVID-19. Массовая вакцинация началась 10 дней назад. 23. Именно столько отличий насчитали в новом штамме коронавируса от действующего во всем мире. Британские ученые обращают внимание, что в число этих отличий входит и способ, которым вирус прикрепляется к клеткам человека. И, как они указывают, это делает новую мутацию, получившую название VUI, значительно более заразной, чем предыдущий. За минувшие сутки инфекция выявлена почти у 40 тысяч британцев. Умерли 744 человека. Продолжаем выпуск. Центр сберком утвердил расходы кандидатов депутаты мажорейца парламента от Ассамблей народа Казахстана. Как сообщила секретарь ЦИК Савела Мустафина, размер расходов установлен в объеме 870 тысяч тенге. Из них 590 тысяч выделят на выступления с программами по телевидению и радио, а также на публикацию двух статей в периодических печатных изданиях. Из средств республиканского бюджета также покроют расходы кандидатов на проведение публичных предвыборных мероприятий, выпуск агитационных материалов и транспорт. Всего решением Совета АНК в депутаты выдвинуты 9 человек. В соответствии с избирательным законодательством государство гарантирует кандидатам равное выделение средств для выступления со своими программами в СМИ. Согласно постановлению Центр изберкома, предусмотрено выделение средств на кандидата для выступлений. На телевидении 15 минут, на радио 10 минут и для публикации в печатных или сетевых изданиях двух статей. Сегодня 110-е годовщина со дня рождения легендарного и прославленного полководца Бауржана Мумышлы. Имя Героя Советского Союза вековечено в названиях улиц, школ, населенных пунктов. Для подрастающего поколения он всегда будет примером мужества и отваги, доблести и чести. Об этом Аким Бахаджан Сагентаев написал на своей странице в Твиттер. В честь знакового события сегодня прошло торжественное возложение венков и цветов у его памятника в парке 28 панфиловцев. На церемонии присутствовали родственники Бауржана Мумышлы, писатели, военные и общественные деятели и не только. Его никогда не забудут, потому что он очень много хорошего сделал. Он один на миллион. Все, что он сделал, все его труды остались его потомкам. Сегодня все от мала до велика пришли отдать ему дань уважения. Пока в нашей стране царят мир и спокойствие, мы всегда будем чтить память наших предков. И в завершении. В Алматы продолжает действовать карантин. Носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Я, Диас Махамбетов, благодарю вас за внимание. Смотрите итоговые новости в 19.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова